Задачи выполняли, естественно, то же самое, поставили все приоритеты, которые были обозначены изначально. То есть это поддержка принятия решений для самого департамента и предпринимательная система для бизнеса. Наше решение, мы подошли к такому вопросу, что нам не даны исходные данные, что там 10 категорий было выделено, цели использования объектов. Но это слишком общее, поэтому мы их немножко увеличили до больше, чем 30, так как в итоге услуги бывают разные, общепитят разные, мы их разделили. И кроме того, мы рассматриваем, что город – это история про территорию, а бизнес – это в первую очередь личная интуиция, которая связана не только со средним чеком, но еще и с выбором конкретного места в том районе, где это происходит, где ему ближе, где ему понятнее. Соответственно, мы рассмотрели карту по районам, мы из других источников выбрали данные по объектам, соответствующим низким категориям, и посмотрели распределенность и обеспеченность территории различных видных услуг. Соответственно, на основе этого мы составили карту, где мы видим, каких объектов, где больше, где меньше. Красное – это обеспечено. Чем светлее цвет, тем там меньше необходимых объектов. И, соответственно, требуется организация нового вид бизнеса. И, собственно, весь фибрик происходит по одному критерию, то есть то назначение, которое ориентатор ищет себе. Ориентатор либо похвачивает себе площади. Это, что касается сайта опущенной, если что, мы отпустили его. Что касается самого департамента и поддержки решений. Естественно, мы парализировали данные, скачали имя с Москву, взяли выборку по... Посмотрели цены по аренде, по продаже и взяли там 13 тысяч объектов, которые по статистикам, на основе дерева решений, мы посмотрели по... Опять-таки, нам было дано файл, в котором около 40 критериев было, который характеризует объект. Но из данных из Москвы, открытых и наиболее полных, мы выбрали некоторые ограниченные перечень. Это, что касается отдельного входа, расположения в портале, высота, этажность зданий, то есть до станции метро и построения экзависимости, на основе которой можно смотреть как раз то самое, насколько далеко от станции метро, где находится объект и какой вид лучше продажи, где аренд для него... То есть, это набор депутатов инструментов. Соответственно, результаты нашего решения, это, естественно, улучшение среды и обеспечения жителей, городской среды и обеспечения жителей необходимой инфраструктурой. Ну, для департамента это увеличение посыпления бюджета, еще правильных решений. И еще один подход наш, мы считаем, что создание отдельного сервиса, это хорошо, но это дополнительная затрата на его обслуживание. Соответственно, наша идея в том, чтобы интегрировать все наши решения в существующую арендованную площадку. И, как можно сказать, там одни и лишние карты. Соответственно, мы добавляем наш рейтинг объектов, назначение объектов. Просто сейчас это на нашем сайте поднято. Ну, добавляем это на вашей вкладке. Дополнительная информация. И также дополняем выполнительным слоем вашу карту. Соответственно, пользователи получают новую информацию. Для вас это практически ничего не стоит с точки зрения поддержки. А с точки зрения личного кабинета пользователя партамента, это уже набор инструментов, которые для мультимировщиков. С развитием проекта, я здесь не стал по годам, что рассказывать. Здесь основной кейс стоит в том, чтобы просто подкачивать новыми данными, более актуальными данными. То есть, мы использовали OpenSightMap. С точки зрения анализа организации, мы берем более актуальные справочники и улучшаем нашу систему. И то же самое касается демографии. Для оценки, это уже расчет экономически, как раз ценноваживающий фактор с точки зрения оценки ценных объектов. Вот наша команда, лаборатория в Волгограде у нас. И работа, кстати, продемонстрировать. С точки зрения объектов, до того, как мы сами объекты были... Нет, вернее так. Для всех категорий было выдано некоторых критерий, по которым мы смотрели, что им нужна площадь, отдельный ход, наиболее актуальные для них состояния объекта. И, соответственно, мы... это все данные сейчас, которые, наверное, в Москве есть, по объектам конкурса. То есть, для них мы их ансифицировали и выводим осуществление пригодности для конкретного вида бизнеса. Но, опять-таки, дополняем другими рейтингами. То есть, в зоомагазинах он здесь есть, но там есть более выгодные решения для этого же объекта. Пошел так. Сверху информация о вашем сайте. Нужно заполняем аналитикой и удобной формой. Так, вот скажите, пожалуйста, а вот у вас на вот слайде, где показано, вы дополняете информацией, у вас там список. То есть, с одного по REN. Список отстанавливал в порядке привлекательности в цели использования. А может быть, логично было бы выводить процент эффективности? Есть процент. Такие числа получается. Ну, лучше перевести просто сейчас. Для скорости просто рейтинг. А так, в принципе, процентом, конечно же, есть. То есть, какой наиболее соответствует данному виду использования. Расскажите еще раз более подробно. Как определяете в порядке пойдет объект или на продажу? Чистый инструмент на основе решения. Мы взяли влюбку, 13 тысяч объект. Мы почистили, поставившую технологию. Почистили ее, выбрали те критерии, которые у нас наиболее полно представлены. И на основе них посмотрели... Ну, это как раз вот станция метро, расположение на берегине, внутри квартала, этажность. И по ним делаем вывод. То есть, здесь цена фактически не участвует. Здесь именно вывод о том, что наиболее предпочитительно продажные рынки. Ценовые факторы мы во вторую. Ну, в смысле, не то, что во вторую, просто это планет анализа. Так, еще раз повторите, что для аренды важно, что для продажи, что привлекательнее? Нет, вы знаете, как, судя по получистному результату, для разных мест расположения они могут быть разные. То есть, насколько далеко от объекта по станции метро, насколько, на какую линию он находится, на каком этаже, и эти все критерии определяют его отношение к корректике или продаже. А веса дерево решения назначали как вручную? Нет, вручную. А как? Работали с пакетом, в данном случае. С каким? Целем. То есть, все-таки, машинное обучение у вас было, да? У вас дерево решение или случайный лес? Не решение. Если вы используете дерево решения, то можете рассказать логику вашего дерево решения, как определяется, допустим. Здесь мы там кафе разместим, здесь разместим, допустим, склад. Смотрите, здесь по виду, кстати, по виду использования там не применялось. То есть, мы брали, например, свободное назначение, помещение неживое, свободное назначение. Соответственно, для него просто смотрим, где этот объект находится, физическое его нахождение в пространстве. В городе, на каком уровне, насколько он удобен. Ну, видимо, это логика самого его размещения, для бизнеса. А именно самого назначения здесь не участвует. А в конечном итоге все-таки как определяете цель использования? Ну, допустим, под кафе или парикматика? А цель использования? Это уже на основе того, что мы знаем критерии, по которым данные цели использования, соответственно, есть определенные критерии. Соответственно, мы прогоняем объекты, находящиеся у вас в базе, на соответствие с этими критериями. И уже говорим, насколько он подходит или не подходит в данном... А, опять-таки, привязка к данному району, посмотрим. Вот этот рейтинг, это порайонно. То есть, не для всей Москвы, а именно в данном районе. Причем, мы район еще раздвивали на внутренние составляющие. То есть, это не просто, ну, одна дочка. Это, соответственно, удаленность от условного центра, ну, или станция метро, в этом случае. Соответственно, как, насколько равномерно район дополнен данный уровень услуг обеспечен? Конкурентов анализировали в связи по аналогичной цели использования? Ну, допустим, если там много очень КФП... Так вот, в этом смысл. То есть, мы смотрим, сколько там уже находится ответов данного типа. Ну, и причем, у нас типы же там были такие подробности, как, там, производство ключей, цветы, аптеки, там, разные виды общепита, разные виды данных услуг, ремонт техники. То есть, более такая... Ну, не все подробные услуги вообще, а вот конкретные, конкретные типы. Ну, опять-таки, в принципе, мы использовали открытые данные. Ну, чисто OpenStreetMap в виде мафии. Там данные, понятно, нет. То, что синим, там, синий район запрашивает. То есть, практически там данных в данном случае не было. Ну, это вопрос использования, собственно, в той базе, в той базе, в той базе, в той базе, в той базе. А хотелось бы еще поподробнее услышать, как, все-таки, у вас, если следовать по дереву решения, вот, по ветля, определяется под аренду пойдет объект или под продажа? Как решение понимается? Ну, изначально там, по-моему, это было построено, шло по дальности от сантиметров, собственно. А вот уже на каком-то приближении, более, ну, сейчас, так, на скидку, там, идёт где-то 20-й километр до станции метро, вот на этом участке. Потому что, видимо, большая территория, там есть нефть, болезнь, где-нибудь, да, ну, там, в очень больших контрах. То есть, удаленность от метро кардинально влияет на аренду или продажу? Нет, это первое, да, это первое разделение. А вот дальше, внутри, там, идёт уже градация именно по таким методикам, как есть у самого объекта. А если, допустим, объект далеко от метро, его лучше продать или в аренду? Вот это было про продажу, если далеко по продаже. А чем объясните, что лучше продали сам далеко от метро? Как вы посмотрите? Возможно, цена покупки более доступна, потому что здесь требуется более масштабное дологлобложение, если делать эту покупку для объекта, подающихся к кубинству к станции. Почему она доступна и может быть? Ну, доступна чисто потому что территориально, я понимаю, по рынку недвижимости, в принципе, видно, что чем ближе объект приближен к центру, к центру, к потокам людей, тем модно впечатление всего более-более недорогой и для жилья, и для мерности. А учитываете требования действующего законодательства, допустим, где можно картерировать? Ну да, это был один из критерий. Это ряд критерий, которые мы учитывали, в том числе того, что, например, производство нельзя размещать в жилых домах. Вот такого характера. Откуда критерии брали, как сами придумали, где какие-то нормативные акты использовали? Потому что мы как бы вопросами государственных данных занимаемся, и вот в классикации некоторых людей, то мы как бы из своего опыта, из своих решений, которые до этого были сделаны, применяли просто критерий. То есть, то нормативные акты так и не ориентирулись формально? Ну, только то, что это совершенно другое ограничение, которое касается именно запретного использования. Ну, плюс, естественно, возможности анализа, то есть, к примеру того, что размещение каких-то мерзких продаж алкоголя относительно специальных объектов, это...